Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о текстовых инструментах, которые находятся в Excel. Мы с вами будем обрабатывать текст, да, и, соответственно, я покажу, как это делать максимально продуктивно и для чего это используется. Итак, первая задача, которую нам необходимо сделать, нам нужно сократить все значения после слова «пак». У нас есть символы, которые пишутся следующим образом. Это получается знак звездочки, знак упросительного знака и, соответственно, знак принадлежит. То есть звездочка — это какое-то количество знаков, да, то есть может быть 25, может быть 35, без разницы. То есть это n-ное количество знаков, находящихся после определенного знака. В данном случае мы сейчас будем использовать сокращение «пак». И если мы после напишем звездочку, да, то есть все значения после этого слова должны быть удалены. И, соответственно, внизу «пак». Получается «пак», какое-то количество знаков после звездочки. И, соответственно, нажимаем «заменить все». У нас происходит замена. И мы видим, что после слова «пак» у нас все пропало. Соответственно, звездочка — это n-ное количество символов, находящихся после определенного знака. Да, если мы просто возьмем звездочку и заменим на пустоту, у нас, соответственно, пропанит просто все. Да, потому что звездочка — это все. Да, ну, замена на «пак», потому что там был пак. Далее нам необходимо заменить все сокращения формата «x2g», «x2t», «x» и так далее. То есть у нас все сокращения, которые находятся, откатимся назад, да, это «Ctrl Z». Вот видим, да, «x2g», «x2z», «x2g» и так далее. Нам необходимо заменить все сокращения «2g» и «td» на просто «2g». Как нам это сделать? Для того, чтобы обратиться к «h2g», да, мы пишем «h», потом пишем «2» и вопросительный знак. То есть это любой знак, который находится после буквы «h». Да, в данном случае нам не принципиально. И поменять нам нужно просто на «2g». Нажимаем «заменить все», да, и, соответственно, у нас все поменялось, потому что вопросительный знак — это один любой знак, находящийся после определенного символа. Идем далее. Далее у нас находится инструмент, который называется «поиск и замена». Также, да, только для того, чтобы вопросительный знак или знак звездочки у нас работал как положено, да, то есть если нам нужно заменить все вопросительные знаки, мы, соответственно, пишем «знак», да, «принадлежит» и ставим вопросительный знак. Меняем на пустоту, и в таком случае у нас будут заменены все знаки вопроса. Также мы можем использовать замену по цветам. В данном случае нам необходимо использовать замену желтого на оранжевый. Нажимаем Ctrl-H, нажимаем «параметры», если они скрыты, и, соответственно, задаем формат. Формат желтой заливки. Заменить на формат заливки, соответственно, оранжевый. Окей. Нажимаем «заменить», все. Как мы видим, у нас произошла замена цвета. Также формат ячейки можно взять из… выбрать формат из ячейки, да, то есть если какой-то нестандартный цвет, как вариант, можно использовать его. Далее мы меняем чай зеленый Richard Royal Green 25 упаковкой. Упаковок убрать из списка. Обратите внимание, что у нас в данном случае, да, у нас отмечено то, что раз, два, три имеют вхождение данного текста. Да, для того, чтобы у нас лишние не убирались, а убрались именно те, которые полностью соответствуют нашему требованию, мы нажимаем Ctrl-H, вставляем, и, соответственно, здесь ставим галочку «ячейка целиком». Да, и после того, как ячейка целиком будет соответствовать, да, только потом у нас появится, да, знак дефицита. То есть в данном случае все остальные, которые у нас были с АШ, да, и так далее, они будут не тронуты. Не забывайте в параметрах убирать галочки, потому что, когда придет время следующей замены, они обязательно дадут о себе знать. И, соответственно, если название Green написано с маленькой буквы, заменить на зеленый. Также у нас есть возможность поиска и замены с учетом регистра. Регистры, получается, у нас бывают в русском языке, это прописных и строчных букв. Да, соответственно, мы ставим «учитывать регистр», ставим Green с маленькой буквы и меняем на зеленый. То есть все те названия, которые были написаны на маленькую букву, да, они не поменялись. То есть видим зеленый, зеленый, здесь у нас остался тот же самый, да, соответственно, здесь у нас остался также на английском. Теперь поставьте видео на паузу и напишите небольшой комментарий со словами «текст по столбцам», да, и «обработка текста в Excel». В дальнейшем мы сейчас рассмотрим, как нам разделить текст по столбцам, да, и на примере «отделить сорт чая». Сорт чая у нас находится чай зеленый, чай черный и так далее. То есть это, по сути, первые 8 букв с точкой. Для этого мы выделяем, Ctrl-Shift вниз, заходим в данные, текст по столбцам. И, соответственно, здесь есть два варианта. Первый вариант – это с фиксированной шириной, второй вариант – с разделителями. В данном случае нам необходим вариант с фиксированной шириной. Мы берем указатель, да, и перетягиваем на расстояние, получается, 9 символов от начала строки. Данный пример наглядно показывает то, что этот случай, да, нам необходимо сделать, когда текст имеет одинаковую структуру, вплоть до количества символов. Для того, чтобы линейку достаточно нажать на любую шкалу, чтобы убрать, мы нажимаем левую клавишу и подкидываем вверх. Да, в данном случае у нас будет наименование, нажимаем «Далее». Обратите внимание, что формат столбца данных, если мы разделяем дату, мы можем сразу ее преобразовать. Да, если мы хотим пропустить второй столбец, мы нажимаем «Пропустить», он не будет выводиться, да, так как он нам не нужен. Ну и, соответственно, выведем в ячейку F8, которая будет находиться рядом. Нажимаем «Готово» и смотрим результат. Видим, наименование обрезалось, потому что у нас оно длиннейше. Окей. Данный инструмент довольно-таки может быть полезен, да, опять-таки, если у нас структура текста одинаковая, что бывает очень редко. Далее, задача типа сложнее, нам необходимо перенести в отдельный столбец «Бренд», и, соответственно, если чай с бергамотом, поставить его напротив колонку. Для этого мы выделяем данные, без шапки на этот раз заходим в текст по столбцам и выбираем с разделителями. Для того, чтобы нам отделить, да, текст, который «Бренд», да, у нас начинается с двойной кавычки. Мы, соответственно, пишем знак двойной кавычки в символе другой. Вот, нажимаем «Далее», и нам нужно вывести его куда? В ячейку, соответственно, с «Брендом». Чай зеленый нужно пропустить, столбец, да, общий пропустить, и, соответственно, второй также пропустить. Нажимаем «Готовый», у нас происходит импорт, да, название чая. Окей. И, соответственно, второй пример – это когда мы используем текст по столбцам, нажимаем с разделителями, нажимаем «Далее», и, соответственно, если у нас есть слово «Бергамот», да, нам нужно его здесь найти, мы его переносим. Слово «Бергамот», да, у нас отделяется специальным символом, который можно просмотреть через фильтр. Да, вообще текст лучше смотреть через фильтр, да, его можно спокойно там найти. Вот, «Бергамот» у нас находится в круглых скобках. Еще раз выделяем «Контрол», «Шифт», «Низ», нажимаем «Текст по столбцам», с разделителями, «Далее», выбираем знак с круглой скобкой, да, соответственно, видим. Вот, нажимаем «Далее», и, соответственно, если она у нас есть, мы ее помещаем в эту ячейку, да, столбец мы пропускаем первый, и второй, соответственно, столбец мы переносим. Нажимаем «Готово». Окей, как мы видим, у нас получилась, да, получилась выбрузка с остатком, который находится хвостом, да, так называемым. Вот, чтобы его убрать, мы также можем использовать инструмент «Текст по столбцам», зайти с разделителями, «Далее», поставить знак скобки в другую сторону, соответственно, «Далее», и вот этот столбец пропустить. И все в ту же самую ячейку сгруппировать. Да, также можно было использовать фиксированность ширины, потому что данный текст у нас имеет определенное количество символов, что, в принципе, нам также бы подошло. Сейчас, если это видео было вам полезно, поставьте палец вверх, напишите комментарий с ключевыми словами «Текст по столбцам, обработка текста в Excel». На этом я с вами прощаюсь, до следующей среды. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok